Как вы, возможно, поняли, в текстовом интерфейсе все есть текст. Команды, файлы, устройства, все что угодно. В том числе это касается настройок и логов большинства программ, которые хранятся в виде текстовых файлов. Поэтому инструментов для работы с текстом в Unix-подобных системах просто дофига. Какие-то из них очень простые, а каких-то пишут книги на сотни страниц. Ну и чтобы научиться работать с текстом, нам нужен какой-то подопытный файл. Для этого идеально подойдет файл etc.passwd, файл, в котором хранится информация о пользователях в системе. Для начала стоит посмотреть содержимое этого файла. С помощью команды cat мы можем вывести содержимое этого файла в терминал. cat.etc.passwd. Как вы видите, в терминале появилось много текста. Мы можем прокрутить его с помощью колесика мыши, либо с помощью клавиши shift-page-up, shift-page-down. Запомните эти клавиши, потому что в виртуальном терминале мышка не работает. Команда cat подойдет, когда у вас есть относительно небольшой текстовой файл, и вам нужно просто посмотреть его содержимое. Но в целом cat, от слова конкатенация, может объединять вывод содержимого нескольких файлов. Допустим, возьмем еще один файл etc.group и выведем оба файла. Если покрутим вверх, то увидим, что как только закончился один файл, начинается другой. Еще cat может пронумеровать строки с помощью ключа n. Ну и обратите внимание, как эта опция работает при выведе двух файлов. У команды cat есть противоположная команда, так, которую выводят текст реверсивно, то есть с конца. Как вы заметили, команда cat просто вывела содержимое файла на экран, и все. Если там сотни строк, придется крутить вверх-вниз. Если у вас задача прочесть какой-то большой файл, то вам больше подойдет программа читалка, например, less. Такие программы часто называют пейджерами. Стрелки, enter, page up, page down, пробел. С помощью этого всего можно листать. Если написать слэш и текст, то less поищает этот текст в файле. А с помощью n маленького или n большого можно перейти на следующий или предыдущий вариант. Ну и q, чтобы выйти. Похоже на man? А это потому, что man использует less в качестве читалки. Если в man или less нажать в hash, то откроется небольшой гайд по командам управления читалкой. Но жизнь слишком коротка, чтобы читать большие файлы, поэтому часто используют две команды. Head и tail. Они показывают определенное количество строк с начала или с конца файла соответственно. По умолчанию они показывают 10 строк, но можно указать что-то свое. Еще tail может читать с определенной строки. Допустим, все, что ниже 35 строки. Одна из самых используемых опций tail – ключ F. Может показать то, что добавляется в файл в реальном времени. Это часто используется при решении проблем, когда вы видите кучу логов и вам нужно понять, что именно происходит при выполнении каких-то действий. Допустим, я запустил tail и тут у меня какой-то текст. Это лог файл, в котором отображается информация о входах и выходах из системы. Обычно его так не читают, но для теста сейчас подойдет. Так вот, я открываю виртуальный терминал через правый Ctrl F5 и логиняюсь. Потом возвращаюсь назад, то есть Ctrl F2 и вижу, что у меня добавилась строчка. Когда текста много, не всегда понятно, что где куда добавилось, поэтому я могу зажать Enter и у меня появится пустое пространство. Не беспокойтесь, это никак не влияет на сам файл, это просто для удобства. Теперь возвращаюсь на виртуальный терминал, выхожу и возвращаюсь обратно. Вот теперь у меня хорошо видна новая строчка. Чтобы закрыть это, нажмите Ctrl C. Вообще, этот Ctrl C много где используется, чтобы выйти из различных там открытых программ. Возможно, вам пока не совсем понятно, зачем это все нужно, но просто запомните, если вам нужно открыть конец файла и ждать появления новых строчек, например, в случае чтения логов, то используется команда Tails с ключом F. Вообще, одна из лучших фишек команды Less, Head и Tail, то, что они не пытаются прочесть весь файл целиком. Вы когда-нибудь пытались открыть текстовой файл на 100 мегабайт? А админы иногда сталкиваются с файлами размером в пару гигабайт. Иногда так бывает, когда вы утром пришли на работу, а там сервер не работает. Смотришь, нет места на диске. Почему? А там какой-то лог файл на десяток гигабайт забил весь диск за одну ночь. Да, конечно, по-хорошему такие ситуации легко предотвратить, но все же речь о другом. И вот тебе нужно понять, что там в этом логе написано на пару гигов. Но, не знаю, как сейчас, но пару лет назад сервера просто зависали при попытке открыть такие файлы. По крайней мере, на Windows серверах. Возможно, сейчас какая-то защита от дурака есть, не знаю. Но это проблема Windows. А на Linux есть все эти утилиты, с помощью которых можно запросто прочесть файл любого размера. А так как обычно такие большие лог файлы забиваются одними и тем же строчками, то достаточно вывести, допустим, последние 50 строчек и понять, что там произошло. Ну и давайте напоследок затронем еще одну команду, грэп, хотя мы о ней еще поговорим подробно в другой раз. Грэп позволяет нам искать строки текста по шаблону. Допустим, в нашем файле etc.pass.vd есть пользователи, которые пользуются интерпортатором bash. Я могу написать грэп, bash, etc.pass.vd, и команда выдаст мне только строки, в которых есть слово bash. Еще я могу добавить опцию n, тогда я увижу номера строк. Грэп может искать рекурсивно, то есть я могу сказать грэпу, чтобы он нашел мне все упоминания bash в директории etc. Как вы видите, вывода много, много где ошибки, потому что не хватает прав. Я могу использовать ключ l, чтобы просто вывести имена файлов, в которых встречается слово bash. Ну и я могу найти все строки, в которых не содержится то, что я ищу, то есть реверсировать поиск с помощью ключа v. Итак, мы затронули 4 команды для чтения текста. Это cat, less, head и tail. И даже научились искать текст с помощью грэп. Осталось научиться писать.